Равиль, каково быть самым крутым бажиристом в Магнитогорске? Здрасте, здрасте, как говорит один небезызвестный боец ММА. В общем, нарисовалась новая командировочка от БЖФХ, вот, правда, как обычно, за свой счет. И в этот раз это не Бразилия, к сожалению, не Европа и даже не Белоруссия. В общем, я приехал в город Магнитогорск, а сейчас вот иду гуляю. Через пару дней я потренируюсь с местными ребятами. Насколько мне удалось нарыть, тут живет синий пояс. Живет, в смысле, преподает один синий пояс. Так что уровень по сравнению там с Челябинском, Екатеринбургом, Тюменью сильно ниже. В плане количества цветных поясов. Вот такой вот городок двухэтажный. Ну, по крайней мере, тот район, в котором я нахожусь. Двухэтажная Россия. Когда-то в 2010-2011-2012 годах я занимался кудо. Магнитогорск офигенно спортивный городок. Я уже встретил дозу джиу-джитсу, потом встретил зал по кудо. И сейчас вот встретил Магнитогорскую федерацию дзи-до. Прям вот гулял просто по району и уже 3 или 4 зала я повидал. Кудожники даже занимаются, я видел. В общем, прикольно, прикольно. Завтра у меня будет первая, кажется, тренировка с ребятами. Вот, а в субботу полноценный семинар. В общем, в Магнитогорске я иду на тренировочку. Вот, пришел, точнее, в зал карате. Сейчас посмотрим, в чем это получится. Ну вот, приехали в федерацию киу-ку-синкай. Пойдем тренироваться. Мы находимся в Челябинской области, город Магнитогорск. Я тебе этот вопрос уже задавал еще раз. Какого быть самым крутым, самым старшим поясом в Городе? Ну ладно, с одной стороны, это большая такая привилегия. Да, чувствую, что ты больше всех знаешь в этом направлении, в бразильском джиу-джитсу. С другой стороны, ответственность тоже, соответственно, есть. Потому что, ну, будут приходить самбисты, дзюдоисты, они будут хотеть узнать, что такое бразильское джиу-джитсу, проверить мои силы. И желательно, соответственно, держать себя в форме при этом. Вот расскажи, в каком году вообще у вас появился бразильский джиу-джитсу в городе, как это было? Ну, в общем, историю возникновения, в общем, бразильского джиу-джитсу в городе. Ну, конкретно секция именно бразильского джиу-джитсу появилась в году, примерно, в 2019. Вот, я занимался сам в Самаре, ездил на семинары различные. Вот, ну, до этого здесь парни из ММА, из Кудо, они проводили семинары различные, приглашали даже бразильца. Вот, он здесь семинар проводил. Ну, вот, как таковая секция, это только вот с моим приездом образовалась, как я сказал, уже в 2019 году. Так, правильно я понял, что ты первый, кто открыл секцию? Да, все верно. Секция конкретно бразильского джиу-джитсу появилась под моим руководством. Ну, скажем, такая предыстория, что я сам хотел еще где-то обучаться у кого-то. Но так как я в Магнитогорске не нашел, у кого обучаться бразильскому джиу-джитсу, то я решил сам открыть секцию бразильского джиу-джитсу и благополучно тренируюсь и тренирую. Откуда у тебя синий пояс? Синий пояс я получил в Крыму на сборах, вручил Артем Мухин в 2016. А как вот люди воспринимают этот новый вид как единоборство или как полотерство? Потому что я вот гулял по району, я встретил зал Кудо, Дзюдо, какой еще. В общем, очень много народу занимается чем-то, и это вот именно такие вот скульные в российском понимании виды единоборств. Вот каково отношение к БЖЖ? Ну, об БЖЖ я сейчас стараюсь как можно больше рассказать в Магнитогорске, потому что многие путают. С японским, с классическим джиу-джитсу. Фактически я вот приехал и кому не рассказывал, все удивлялись, что такое бразильское джиу-джитсу еще есть. Все почему-то думали, что это чуть-чуть другое и спрашивали, что это на самом деле такое. Приглашал на тренировки, приходят, смотрят, узнают. В основном в Магнитогорске занимаются ударными единоборствами. То есть очень популярный единобор бокс, ММА. В первое время в основном приходили те, кто занимались или боксом, или ММА. То есть в основном приходят те, кто уже чем-то занимался, посмотреть, что это такое. Ну да, получается, первые ученики. Вот кто сейчас вспоминает 2019 год, то можно сказать, что первые парни, кто приходили, они все чем-то уже занимались и хотели подтянуть борьбу в партере. Сейчас уже, видимо, информации больше стало и на просторах интернета, и уже многие люди конкретно ищут бразильское джиу-джитсу, через интернет находят. И можно сказать, что развитие идет бразильского джиу-джитсу в Магнитогорске. Расскажи, как вот первые тренировки проходили? В кимоно, без кимоно? Первые тренировки, да, проходили без кимоно. Причем некоторые категорически не хотели одевать кимоно. Даже кто-то прекратил заниматься, несмотря на то, что мы решили, что будем и так заниматься, и в ги, и нау ги будем заниматься. Правильно я понял, что в городе Божише один зал, один клуб твой? Да, получается так, что конкретно несколько раз в неделю бразильское джиу-джитсу тренирую только я. Есть клубы, которые еще позиционируют себя, что у них в рамках ММА, в рамках каких-то смешанных теноборств есть еще техника бразильского джиу-джитсу. Но конкретно бразильское джиу-джитсу это вот только у нас. А ты представляешь какой-то клуб, какую-то международную академию или просто вот сам по себе? Ну, на данный момент я веду переговоры с несколькими клубами. Хотелось бы, конечно, представлять какую-то команду большую, но вот пока что какие-то условия, которые выдвигают другие клубы, они не подошли. Почти все сделал идеально, надо было на нем просто остаться. Знаешь, есть разные же направления в плане правил, там и ADCC, ABJF, УВВ грэплинг. Твой зал какого направления придерживается? На наш зал он в основном сейчас специализируется на основах техники и бразильского джиу-джитсу, и грэплинга. Ну, лично я нацелен на правила IBJF. Много народу в среднем занимается? В среднем? В среднем нет, мало, 5 человек занимается в среднем. Вот 8 человек приходило, приходит самое большое, в среднем 5 человек. Мы в начале пути находимся. Рассказываем по возможности, как-то себя и рекламируем. Люди приходят, узнают. Группа растет, постепенно растет. Нет такого, что постоянно приходят, уходят, приходят, уходят. То есть она постепенно нарастает. Сначала один человек ходил, потом два. Ну и ты не собираешься останавливаться, я так понимаю. Ну да, мне нравится бразильское джиу-джитсу. Да, я с удовольствием занимаюсь и тренирую. Поэтому будем двигаться дальше. Ребята на соревнования рвутся, на пояса сдавать. Двигаемся, популяризуем. В этом межсезонье все сидели дома. У нас в Москве, не знаю, как у вас, то есть у нас в Москве очень мало народа тренировалось. У нас было жестко с этим. Вот, соответственно, вопрос такой. Какой ущерб может быть бизнесу твоему, если это твой источник дохода, вот эта вся история с пандемией нанесла? Ну это на самом деле вообще как капец. Я как человек, как профессионал. Это мой заработок. Ну получилось, что реально самоизоляция такая конкретная. Ребят, хотел подбить на онлайн занятия, но это нафиг, по-моему, никому не нужно. Ну какое бы же же онлайн может быть. По себе могу сказать, что это не очень действенный метод. Поэтому, ну, произошло и произошло. Что ж, теперь двигаемся дальше. Была ли какая-то коммуникация или поддержка командного духа в период пандемии, сидения дома? Да, у нас есть беседа ВКонтакте. Мы друг другу кидали различные фотографии, как это все будет в будущем теперь выглядеть, в каких скафандрах будут люди тренироваться. Ну, старались как-то с юмором ко всему к этому подходить. Не расстраиваться, лишнего не напрягаться. Ребята, я считаю, все молодцы. Все, вот, бразильская джиу-джица, но, может, не знаю, тема отличается. Что позитивные люди на тренировке могут поулыбаться и в жизни тоже могут поулыбаться запросто. А вот тут, я думаю, народ тренировался на улице. Рядом речка и дофига лесенки. Так, ну, у меня вопросы закончились. Сейчас, может быть, какой-то, если что-то хочешь, сам сказать, от себя добавить. BGJ Freaks хочу, во-первых, поблагодарить. Такой очень хороший канал. Просматриваю его ребятам, парням, рекомендую тоже. Просматривайте, смотрите, учитесь. Ну, естественно, лично Артема. BGJ Freaks в лице Артема за те знания, которые он принес в Магнитогорск. То есть, то, что было на семинаре, это отличается от тех семинаров, которые были. Это не были не приемы, просто какие-то. Это были концепции, это были какие-то принципы, с помощью которых можно выстраивать свою борьбу. Вот поэтому те знания, которые Артем принес, это, конечно, очень большой вклад, я считаю, в развитие Магнитогорского BGJ и конкретно для меня. Даже, наверное, для Челябинской области. Да, конечно, хотелось бы еще где-то тренироваться. Ну, вот приходится вот так потихоньку самому двигаться, тренировать других, соответственно, самому развиваться. Вот такой вот вечный огонь в городе Магнитогорске. За ним, значит, статуя. Все это действие называется тыл фронту. Отсюда вот так вот видно всю промышленную часть Магнитогорска. Рабочий передает в войну меч. Вот это река Урал. А вот это там горят и дымят заводы и производство. Ну, как вам вот такое? Академия единоборств. Как Касперского на Ленинградский офис. Вырежем логое исполнение. Надо вырезать это. Гулять по Екатеринбургу одно удовольствие. То есть летом жарко, зимой холодно. Все как положено. Смотришь на карту. Привык к московским масштабам. Думаешь, блин, идти к охрене. Минут 20-30, наверное. Проходит 3 минуты, ты уже пришел. Думаешь, ничего себе. Вот, значит, Грейси Бара, Академия РМК. Буквально в 50 метрах. Умназиум. Грей, не видно просто.